100 миллионов рублей направят в следующем году на оплату коммунальных услуг в учреждениях образования, еще 20 миллионов на оплату электроэнергии уличного освещения. На школьное питание льготникам выделено 14 миллионов рублей, почти 9 миллионов на оплату выкупной стоимости жилья при расселении граждан. Коррекция городского бюджета составила почти 244,5 миллиона рублей, из которых 12 процентов, 30,5 миллионов рублей, это трансферты из регионального правительства, а остальная сумма 213 миллионов рублей, собственные дополнительные доходы. Их удалось получить за счет налоговых сборов. Также у нас 71 миллион, нас поддержал губернатор в части представления уже компенсации расходу по подготовке чемпионата мира Нижегородского бюджета автотранс. Эти деньги, конечно, сейчас транспортное предприятие будет более чем необходимо. И 40 миллионов мы также направляем уже на наши транспортные предприятия на выравнив их финансовые положения. Депутаты одобрили и инвестиционные программы теплоэнерго и водоканала. Предприятия предложили в следующем году увеличить тарифы для жителей на тепло на 4,1%, на воду на 9,8%. Это позволит заменить в разы больше сетей, чем в этом году, и существенно снизить их аварийность. У водоканала большая программа на следующий год по перекладке сетей водоотведения. Это очень важно сейчас для города в свете учтившегося количества аварий. Наша МС-программа идет с превышением средней за последние 15 лет перекладки примерно в 2-2,5 раза в следующем году. Мы начинаем с 2019 года и хотим продолжать и дальше для того, чтобы через 5 лет получить уже обновленный водоканал с гораздо лучшими показателями по качеству и по аварийности. Отдельно обсудили поддержку малого и среднего бизнеса. В частности, упрощается процедура получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Теперь для получения такого разрешения необходимо только подать заявку в электронном виде через портал госуслуг. Кроме того, предприниматели могут претендовать на упрощенный выкуп арендуемого муниципального имущества. Если теперь предприниматели заключили и владеют более двух лет, то не владеют, прошу прощения, а арендуют муниципальным помещением, они имеют право выкупить его на льготных условиях. То есть у него преимущественное право выкупа. Депутаты надеются, что внесенные сегодня изменения существенно облегчат жизнь предпринимателей. А результаты этих изменений будут заметны уже в следующем году в виде увеличения доходной части бюджета города.